Ребятушки, всем привет, с вами Макс, это канал Red Group. Сегодня мы будем делать интересную вещь, сегодня мы будем настраивать Sublime Text на 2020 год, скажем так. То есть, эти настройки актуальны на текущий код, который только недавно начался. Я думаю, этот видос будет для вас актуален и, в принципе, вам он должен понравиться. Потому что я не вижу вообще, в принципе, жизни разработчика, веб-разработчика без Sublime Text. Sublime Text – это одна из сейчас используемых программ. Раньше эта программа была, наверное, Notepad++, но потом пришел Sublime Text, и сейчас он используется для всех типов файлов. Начиная от TXT, заканчивая PHP, Python и так далее. То есть, в принципе, понятно, что Python можно писать и на другом редакторе, но все пишут, в принципе. То есть, большинство людей используют Sublime для разных задач, скажем так. Поэтому даже если вы разработчик, может быть, Java-разработчик, может быть, еще какой-то разработчик. Ну, Java, я имею в виду JavaScript, потому что Java все-таки используется в какой-нибудь PHP Storm. Точнее, не PHP Storm, а как он там называется. Короче, из этой же линейки, там, специально для Java. Не суть. Не будем много говорить. И, собственно, чем, чтобы видос не получился слишком длинным. Значит, вот у меня есть такой ряд настроек. Я оставлю это все дело в описании. Отдельным файлом, я думаю, оставлю. Или, наверное, сделаю ссылочку на, наверное, на статью, на статью, наверное, на нашем ресурсе, ресурсы.html.ru. Переходите, смотрите. И там вот этот вот код, получается, который нужно будет вам использовать. Но мы сейчас будем его использовать не полностью, а только частично. Потому что я хочу вам показать, как настроить это с нуля дело. То есть, допустим, какой-то момент вам не нравится из моего сетапа. Может быть, вам не нравится там то, что будут, я не знаю, там, отступы, да, допустим, 2 пикселя. Или там, тапсайз 2, ну, 2 итема, так скажем, да. Может быть, вам нравится тапсайз 4-х кратный, получается, вот. Да, чтобы вы понимали, сейчас тапсайз, вид, нажимай, и это 4. То есть, это 4 пробела. Вот. Если мы сделаем тут тапсайз 2, то это будут 2 пробела. И это укорачивает код по ширине. То есть, получается, у вас не будет громоздкий в ширину код. А у вас будет такой узенький, красивенький, собственно, код. Вот. Также в этом уроке вы научитесь сделать именно такую визуализацию, как я показывал в предыдущих уроках. То есть, в плейлисте по Whatadom, плейлист по дизайн Келла, когда я делал верстку, и там, собственно, была именно похожая стилистика. Так что сегодня мы это все настроим. Вы увидите, как сделать красивый шрифт. Потому что на Windows компьютерах меня очень сильно бесит. Так я немножко в каком-то, может быть, полушарии дизайнер, да, все-таки меня бесит шрифты на Windows. Они такие достаточно некорректные в плане сглаживания, да, по сравнению с Mac, и поэтому хотелось бы что-нибудь более красивое. Я вас научусь сегодня делать в этом уроке. Поэтому погнали, ребят. Изначально нам нужно поставить шрифт. Заходим в Chrome, да, и скачем, собственно, шрифт FiraCode. Download. Это единственный шрифт, ну, я за всю историю нашел, по крайней мере, единственный шрифт, который, возможно, поставить в редактор кода, и он будет смотреться, ну, очень так, сглаженно и красиво. Не знаю, может быть, подскажите в комментариях, какие еще шрифты вы видели для Windows, вот. Но если никаких, то, в принципе, ставьте этот и не пожалеете ни в коем случае. Кстати говоря, смотрите, FiraCode. Вот, появилась какая-то версия 2, кстати говоря. Так, ну, нам нужен обычный TTF. Вот, мы, собственно, берем, просто выделяем. Я обычно скидываю на рабочий стол, нажимаю правой кнопкой и, собственно, установить. Вот, у меня Windows на английском, у вас все будет, наверное, на русском написано. Устанавливаем, все, установили, можно удалять. Далее, идем сюда. А давайте важный момент уточним. Здесь, когда установка, здесь что идет? FiraCode, да, то есть нет никакой пометки 2. Хотя здесь version 2 написано, но, я думаю, это не совсем критично. Так, сколько у нас записи идет? Уже 3 минуты, ребят, так что ускоряемся, чтобы видео не было длинным и вам не наскучило смотреть. Первое, что мы делаем, это установили шрифт. Второе, что мы делаем, это мы устанавливаем плагины. Нажимаю Ctrl-Shift-P, устанавливаем сначала Package. Package Control, это определенная функция, которая позволит потом устанавливать нам любые пакеты в этот Sublime Text. Нажимаем Install Package Control. Все, он установлен. Теперь мы нажимаем Ctrl-Shift-P и можем устанавливать Install Package. Тут очень много плагинов, на любой вкус и цвет, какой вам только захочется. В принципе, вот, но мы будем использовать именно те, которые я использую в своей разработке. Я думаю, вам тоже они будут интересны. Dark, OneDark, мы используем не... То есть, можно материал использовать, но я бы предпочел, наверное, обычный. Вот, сначала просто Color Scheme устанавливаем. Это как будто в цветах вообще код, там, не знаю, скобочки и так далее. Опять Install Package. И, собственно, саму тему нужно устанавливать. OneDark. Вот, тем, them, OneDark. Устанавливаем. Все, установили. Теперь нужно устанавливать Sass, потому что я часто использую Sass в своих компиляциях. Ну, вот, обычно Sass просто устанавливаем. Все, Sass устанавливаем. Ctrl-Shift-P. Опять пишем, ну, инс. Просто один раз пишем инс. Да, и у вас уже сохраняется здесь. Просто нажимаем Enter затем. AutoFileName, чтобы была подсказка, когда вы вводите какое-то имя, да, скажем так. И у вас была подсказка Emmet, так же, да. Так, зачем я копирую, я не знаю. Единственное, ребят, здесь не полный список плагинов у меня, собственно, потому что Emmet установили. Я вам потом расскажу сейчас после установки, что для чего я использую. Вот, не полный список плагинов, потому что не хватает на самом деле одного плагина. Я просто не помню, как это называется, честно говоря. Вот Sublime Linter тоже нужно будет поставить. Вот это вот Sublime Linter. Так. В принципе, все. Теперь мы нажимаем Ctrl-Shift-P. Тут можно написать, допустим, Zem. И нам нужно выбрать сначала Color Scheme. Выбираем либо такую OneDark, либо такую. Я, наверное, предпочту выбрать такую. И Ctrl-Shift-P, и выбрать тему. Тему выбираем тоже OneDark. Так, все. У нас, в принципе, все кастом-сделалось. Единственное, здесь мне не совсем нравится. Видимо, у меня стояла до этого другая тема, но не суть. Давайте пока что поставим эту, там уже посмотрим. Это мы теперь можем удалять, в принципе. Ну, не будем пока что удалять. И теперь мы переходим в Preference, Font. Точнее, Package, ой, не Package, сейчас, секундочку. Preference, Settings. И он скрывается в файл с настройками. По факту можно просто перенести это все сюда и установить. Единственное, я бы, вот, момент с Color Scheme, потому что часто бывают такие баги, просто бы скопировал отсюда и перенес бы вот сюда, чтобы не было никаких проблем. Так, и тем вот так вот. Сюда. Так, все остальное, в принципе, окей. Так. Сделан табуляцию небольшую, да. Сразу поставлю табуляцию 2, потому что 4 это перебор. Реально. Вот, 2, видим, у нас все красиво достаточно смотрится. Вот здесь сделали 2. И получается у нас что теперь? Автокомплит. Это чтобы была, получается, подсказка, когда вводите код, чтобы был автокомплит. Ну, то есть подсказывают там либо код, либо путь. Ну, путь, скорее всего, не будет, подсказка пути идет в автофайл-нэйм плагине. Далее идет bold folder labels. Это я, честно говоря, ребят, уже и не помню. Давайте загуглим, что это значит. Потому что я, честно говоря, уже и подзабыл. А, в принципе, непонятно, что это значит, да. То есть я думаю, что это... Ну, это, если переводить дословно, да, там, лейбл, который от папок, то есть их наименование, оно становится жирным. Ну, окей, да, то есть я... Сейчас мы давайте откроем, наверное, какую-нибудь папку. Ну, потом откроем, посмотрим. Это color-схема, которую я использую в этом саблами. Fold buttons. Это, опять же, какая-то стилистика кнопок. Я их отключил, то есть fold buttons. Давайте посмотрим. Посмотрим. Зачем я закрываю, я не знаю, честно говоря. Так. Кнопки для fold-инга. Угу. То есть, ну, я поставил... Давайте напишем true, в принципе, посмотрим, что это значит. Вот, видите, то есть у нас получатся вот такие кнопочки. Вот. Они мне не нужны, поэтому я пишу, в принципе, false, как бы, и с ними жизнь проще, как бы, да. Мы уже обновили, посмотри, как смотрится ферракод. Я предлагал уменьшить немножко шрифт, потому что слишком крупно, допустим, 12 поставим. Highlight line, то есть линия подсвечивается, на которой мы сейчас навели. Тут font-face, понятное дело, ну, семейство шрифтов. Здесь размер шрифта. Вы его можете менять как здесь цифры, так и control-plus, control-minus. Вот. И он автоматически будет подстраиваться. Это стандартная настройка, в принципе, пакеты, которые игнорируются. Это white options. Это, насколько я понимаю, настройка, сейчас посмотрим. Вот. Дело в том, что это давно уже было, видите, и, соответственно, линии отступов, да, то есть это... Сейчас мы посмотрим с вами, удалим, допустим, и увидим. Вот, видим, да, то есть у нас не хватает. Вот эта вот штучка, видите, подсвечивается, вот, то есть она, у нас ее не будет изначально. То есть это вертикальная линия, и, в принципе, white, это значит, indent white, это значит, эти вот линии. Которые вам дают как-то, ну, подсказку, да, когда у вас код там идет многоуровнев, допустим. Далее, line painting bot. Ну, это различные отступы внутренние, внешние, для того, чтобы красиво смотреться. Допустим, если мы это все уберем сейчас, то, видите, у нас смотрится все достаточно убого. Поэтому мы их добавляем, потом код получается красивым. Здесь настройки самой темы, это уже маленькие табы, там, статус бар, маленький, да, ну, то есть компактная, компактный бар, компактная панель. То есть, чтобы все было максимально компактно, и чтобы нас ничего не отвлекало от процесса разработки, либо программирования. То есть, допустим, когда у нас будет наляпиться куча всяких элементов, та же там, допустим, карта, как видите, у меня отключена, у меня отключена менюшка верхняя, то есть она почему-то включилась, да, ну, тут нужно будет. Ну, я потом вскрою, покажу, что я вскрываю вообще в целом. Чтобы у вас был только перед глазами код, и ничего лишнего, чтобы вас не отвлекало, это очень важно. Definitions, это, опять же, какие-то, какие-то мелкие какие-то параметры, на самом деле, это всплывающее окно с координатами определенной функции. Мы отключили, то есть это какие-то, наверное, вспомогательные подсказки. Давайте, если мы сейчас, допустим, напишем какой-нибудь код, сейчас, допустим, так, извиняюсь, немного приболел ребят, поэтому извиняюсь, что вот, может быть, какие-то звуки там издают странные. PHP, допустим, да, мы пишем, PHP, не знаю, эхо, да, то есть видите, все идет подсказки, да, если мы, допустим, сейчас попробуем это все false скрыть, да, то у нас будет PHP, а, все равно идут подсказки, да, то есть это не в этом дело. Честно говоря, ребят, давайте, наверное, откроем, посмотрим, чтобы вам было интересно и понятно, что есть польза вообще. Тут, в принципе, а так и не скажешь, да, скажем так. А, то есть показывают, где находится эта функция, да, то есть call. Ну вот, видите, он говорит про эту подсказку, соответственно, да, но, честно говоря, угу, угу. Слушай, ну, короче, определенные виды подсказки, видимо, я отключу для того, чтобы не мешало, да, но, собственно, если вам не мешает, то можете включить. Я отключаю, чтобы у меня, опять же, ничего лишнего не было перед глазами, был только код и, в принципе, мои мозги, скажем так, да, top size, это я вам уже объяснил. Можно вот здесь редактировать, можно здесь, как бы, я ставлю сюда двоечку, чтобы было все компактно и красиво. То есть тут двоечка, если мы сделаем вот так, то это четверочка. Ну, сами понимаете, да, то есть, нет, я на самом деле переборщил. Вот так четверочка получается, вот, а вот так двоечка. То есть, ну, сами понимаете разницу. Это тема, которая используется, и WordWrap, это WordWrap, это обертка слова, да, скажем так, по-русски. Что это у нас значит? Так, включить. А, перенос строк, ребята, это перенос строк. У нас он выключен, да, то есть перенос строк нет. Ну, можете включить. По классике он включен, но я его выключаю, не знаю, чтобы у меня, как бы, знаете, не было такого, когда-то написан код, и потом, допустим, идет какой-то кусок, да, и он сразу переносится, и непонятно все, что, ну, как оно еще за дичь. В общем, мне проще прокрутить, как бы, и, в принципе, у меня экрана хватает, чтобы посмотреть сразу весь код. Вот, даже если я пишу, там, сразу делю экран на две части, пишу CSS, там, либо SASS, и HTML один. Сохраняем настройки, в принципе, и вот, как-то так у нас все это получилось. Вот, если мы откроем сейчас какой-нибудь готовый уже код, так, это мы пока не будем закрывать. Откроем сейчас какую-нибудь папочку, и посмотрим, как у нас это все смотрится. Какую папочку открыть, сейчас мы откроем. Допустим, мы недавно верстали, сейчас, сейчас, вот и дом. Ну, вот так прям откроем, да, то есть, да, действительно, здесь такие прикольные иконочки, да, но я думаю, это можно установить, допустим, какой-нибудь пак иконок, install package. То есть, кастомизация очень большое количество icons, да, допустим, file icons, вот. То есть, сейчас оно поменяется, просто нужно немножко времени. Ну, и то, что время, скорее всего, нужно будет перезагрузиться в Blime. Давай сейчас это сделаем. Open folder еще раз. А вот что-то не работает, ребят, возможно, это из-за темы, возможно, ничего за чего-то, но почему-то не работает. Ну, не суть, не будем, опять же, тратить ваше время, да, переходим в любой файл, и вот так выглядит наш код. В принципе, это то, реально, чем я пользуюсь на постоянке, и то, что я использую. Также я использую очень часто Visual Studio Code, поэтому о нем будет тоже урок, следующий, соответственно, и там тоже будут определенные настройки свои, вот. Они похожи с этими, но немножко другие на самом деле, вот. И я вам, собственно, о них расскажу, как бы, вот. Также в комментариях я укажу, закрепленный комментарий чуть позже, когда вспомню название плагина, который мне еще понадобился, да, когда, допустим, вы прописываете там путь до файла, ну, не путь, а класс, когда вы класс прописываете в CSS, чтобы он вам подсказывал классы, которые есть у вас в HTML. Это очень важно и очень интересно, чтобы вы там, ну, не переписывали, да, грубо говоря. Я когда вспомню, я вам напишу в комментариях код закрепленным, и там уже посмотрите, скачаете. Собственно, такие, ребята, настройки были. Объясним сейчас быстренько по плагинам, что для чего использую. OneDark, OneDark, color-схема, это понятно, это просто тема, и color-схема, соответственно, визуальная часть вашего редактора, вы можете использовать стандартно, в принципе, но мне нравится, когда он более приукрашен и красив. Sass, это для использования, для поддержки Sass файлов, для поддержки, в принципе, подсветки кода, скажем так, в стиле Sass. То есть это, Sass это компилятор, это препроцессор, скажем так, да, который компилирует код в CSS, потом вот. Вот, автофайл-нэм для подсказки, в принципе, пути, когда вы в пути вводите какое-то там, ну, название файла, он подсказывает уже, ну, как бы, подставляет автоматически имя файла, скажем так. Emmet это, ну, отдельная история, да, я думаю, все знают, что такое Emmet. Это, грубо говоря, когда вы пишете, там, не знаю, когда вы пишете, там, точка max, там, допустим, red group, да, в котором, там, допустим, HTML lessons, вот, то есть разворачивается такая история. Это называется Emmet, вот. CSS тоже он работает, и, в принципе, крутая вещь, очень, все используют, ну, как бы, там, очень много скачиваний. Color Picker это, чтобы можно было пикать цвета, не при этом не заморачиваясь и не залазя при этом в, как сказать, не знаю, там, в браузере или как-нибудь. То есть, допустим, вот у вас черный, нажимаем Ctrl-Shift-C, и у вас открывается Color Picker. Выбирайте там красный, допустим, все, у вас открылся красный. Нажимаете Ctrl-Shift-C, у вас уже красный, можете выбрать фиолетовый, допустим. Вот, также я сейчас вспомнил, я использую еще Highlighter, вот, с чего у меня не хватает точно, Install Package Highlighter. Вот, Highlighter я использую еще, да, для подсветки кода, потому что, ну, собственно, потому что, вот, если мы сейчас выберем, допустим, да, надо уже перезагрузить сначала программу, но, собственно, Highlighter я использую для того, чтобы код был, ну, то есть не код, а для того, чтобы вот вы указали какой-то цвет, и чтобы вы понимали, что это за цвета вы указали, черный там, синий там, голубой, да, потому что все коды цветов знать невозможно, в принципе. Далее, что у нас там осталось, ну, и линтер, это для подсказки, там, для каких-то подсказок в коде, там, по типу JS и так далее. Ну, не для подсказок, а для проверок кода в плане JS, допустим. Вот, все, что забыл, укажу в закрепленном комментарии, чтобы не растягивать этот видос. Соответственно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В принципе, всем пока, ребят. Смотрите наши следующие видеоуроки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok